Всем привет, с вами Алиска, наоборот, сегодня мы говорим Канх из Деметрясения. Начинаем обзор солнца, как всегда, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы. Ну вот такой вот выброс, мы видим, сначала вылетело в районе 11 часов, где-то вот тоже так вот аккуратненько, но плотность небольшая, мы видим, что и скорость, и плотность небольшая, а потом мы видим на 8 часах выделение произошло, здесь плотность была чуть повыше, и такое ощущение, что и скорость была чуть повыше, потом мы видим на 3 часах, между 5 и 9 часами, вот эта вот штука уже точно направлена в сторону нашей планеты, вот видите, еще добавилось сверху, еще и сверху, то есть полностью, то есть это все летит в нашу сторону, соответственно, где-то дня через 3 будет магнитная буря, ну в начале следующей недели, там еще и солнечный ветер подойдет, то есть будет все в кучу. Вот здесь отлично видно последний кадр, что вот как зонтик получается, да, как медуза какая-то от солнца такая расширяется, такое, это значит все это летит в нашу сторону, когда мы видим вот такой вот, вот, но золотого дождя нет, поэтому это будет не сильно вроде бы, не высокая активность, ну давайте посмотрим, что у нас по приборам в связи с этим, ну вот максимально М1,67 было за последние сутки, вот здесь вообще М2 штуки состоялось, вот еще Ц чувствительная, но видно, что активность не особо большая, С-класс 85%, М-класс 35%, Х-класс 5% вероятности, какие зоны участвуют, это 73-я, 74-я и зона с прочерком, зона с прочерком, ну давайте теперь посмотрим, 73-я, 74-я, они уже от нас отворачиваются, то есть скорее всего это были, возможно, оттуда в нашу сторону летело, а вот в районе 8 часов это либо 77-я, либо вот здесь вот нужно дать номерок, этот номерок 34-80, так что ребята давайте посуетитесь, дайте номерок 34-80, вот этой зоне с пятнами, потому что что-то у вас здесь и в статистику она не входит, по статистике сейчас 7 активных зон и в них получается 43-15, одна зона 74-я, она оранжевого цвета, ну как-то не растет активность, очень так медленно, ну вот видно, да, отлично здесь на 8 часах такая зона, вот дыра здесь видна, да, вот 74-я зона как раз связана с этой дырой, мне кажется оттуда как раз вот и происходит, вот происходит, или это 77-я зона какая-то, что-то я уже путаю, это 77-я зона, да, извините, 74-я с другой стороны, 77-я зона, вот, тоже такая интересная, вот в другом диапазоне в плане дыр, давайте посмотрим, вот такая вот шикарная дыра пересекает и экватор, и по югу такая много контурная, да, и вокруг нее протуберанцев полно, вот здесь вот, то есть активность на Солнце становится интересной, вот змееобразная, смотрите, такой, извивается, прям как, как уж настоящий, да, смотрите, сколько изгибов-то у этого протуберанца, вот такие вот интересные процессы происходят. Так, ну что, давайте посмотрим на Землю, на Земле все тихо, спокойно, геомагнитная обстановка, вот последние данные в районе единицы, а по прогнозу пока тоже не ставят магнитное возмущение, только до уровня 3, но мне кажется, что ребятам надо нарисовать, вот с 5 на 6 ноября точно будет уже и солнечный ветер долететь там, и еще и вспышка вот эта плазма тоже прилетит. Переходим к вулканам, по вулканам у нас 40 вулканов при норме 40, все четко, все очень четко, так, давайте почитаем комментарии, Геннадий Удальцов пишет, Алик, спасибо за обзор всем мирного неба, вулкан в Тунге походу охладил южные полушария, в северном мощно извергаются камчатские вулканы, если еще присоединиться, например, Исландия или Италия, то тоже могут быть последствия, да, может быть, и причем они могут все одномоментно начать извергаться, это тоже такое возможно. Так, юзер Ксю5 пишет, думаю, сейчас солнышко начнет нас гасить, и в Калифорнии точно намечается что-то, такого количества стабильных землетрясений, я точно не помню, когда так было, наверное, затишье заканчивается сегодня. Сейчас мы все посмотрим, ну вот, давайте с основной сейсмичности начнем, 63 крупных землетрясения за последних 7 дней на нашей планете, при норме 50, то есть немножко выше нормы, так и держится уровень. Из последних, вот, на юге Мексики 4,9, на глубине 143 километра, нормально там, 5,7 около Антарктиды, могу мне 10 километров, вот у Суматры 4,8, на глубине 65 километров, Алиутские острова стрельнули на 5,0, 10,7 километров, и вот Греция, Греция выходит в лидеры, здесь 5,1 на глубине 9,9 километров, там уже позавчера мы обсуждали, это уже в Телеграме разместил по этому поводу пост, ну, интересно, что там было 6 километров, а здесь 9,9 километров, ну, в любом случае, неглубокая активность, и явно отмечался рост. Ой, вы знаете, пропустили про вулкан-то поговорить, Ключевской вулкан продолжает извергаться, там выброс пепла на 11 километров, сейчас происходит также Ибу, Халмахера, происходит извержение. Так, Дукона на Халмахере, там, получается, 1787 метров, ну, хоть другую нарисовали, и Шишалдин, Шишалдин на Оливудских островах, как раз вот здесь вот, там 20 тысяч футов, ну, это тоже в районе 7 километров там происходит извержение. Ну, вообще, за эту неделю, какие вулканы отметились, это Безымянный, Богослов на Оливудских островах, Булусан, остров Лусон, Филиппины, и вот Зима, Япония, да, потом, Ключевской, конечно, на Камчатке, реки Нес в Исландии, Сламет на острове Ява, и Хоум Риф на Тонге, вот здесь вот как раз, где мы видим сейсмичность. Так, и вот, ребята, еще интересно разместили сегодня отчет за последние сутки, что было 5 землетрясений уровня 5,0 и выше, 36 землетрясений 4,0 и выше, 129 землетрясений 3,0 и выше, и 302 уровня 2,0 и выше. Всего 472 землетрясения за сутки отмечалось, ну и по основе этой статистики, то есть в целом оценивается как умеренный уровень, то есть, видите, умеренный, не пониженный, не повышенный, а умеренный. Так что вот такие вот данные. Ну, переходим к американской базе, вот здесь на Алиутах, да, крупное землетрясение мы рассматривали уже, вот в районе Центральной Аляски здесь 2,8, 2,2 на глубине 96 километров, а в Анкоре же здесь двоечка на глубине 9 километров, вдоль границы с Канадой мы видим здесь сейсмичность присутствует, 2,2 на глубине всего 100 метров. Ничего себе. Так, давайте посмотрим на Гавайи, здесь 2,2 на глубине 30 километров, в районе Килауи все происходит. Айдаха, вот здесь вот 2,8 на глубине 9,6 километров, и недалеко от Йоллстона здесь 1,4, 9,7 километров. Так, это у нас Юта, здесь какая-то фокусная прям серия целая, 3,2 на глубине 11,6 километров. На юге штата тоже здесь 2,1, 10 километров. В Невале активность присутствует, вот, кстати, вот здесь на севере Калифорнии 3,3 на глубине 7,9 километров. И, видите, взрывные работы потихонечку к концу недели сворачиваются. Здесь 1,8 на глубине 2,2 километра, всего лишь одна взрывная работа. Так, на западе Техаса здесь 3,1, 7,6 километров. Вот, ближе к центральной части 3,3 на глубине 4,5, 3,2 на глубине 2,5 километра. В южной части Техаса 2,0, 6,3, ну и две двоечки в Оклахоме. А давайте посмотрим здесь Пуэрто-Рико. Только в основном очаге на юго-западе здесь 3,1 на глубине 9,9 километров. В общем-то, активность невысокая на Пуэрто-Рико. Переходим к основной карте, смотрите, опять Финляндия, 1,4 на глубине 14 километров. А у 4,6 на глубине 6 километров Риккинесса. Здесь, смотрите, как матрешка прям выстроились, так в ряд. Интересно за этим наблюдать. Продолжается там семическая активность. И, судя по всему, вот эта инфляция. Камера, там на поверхности видно. Вот у Португалии троечка на глубине 10 километров Азоры-Канары. Франция, здесь у Монблана продолжается серия на небольшой глубине. Вот, смотрите, у Франкфурта даже 1,1 на глубине 12 километров. На границе с Чехией 2,7 на глубине 5 километров. Центральная Италия 2,0 на глубине 11 километров. А вот Италия в последние дни что-то как-то помалкивает. О, кстати, смотрите, вот рядом с Бухарестом, то, что я говорил, зона раньше. И вот эта вот зона рядом с Бухарестом, вот 3,2 на глубине 14 километров. Когда мы обсуждали Букамаранку и возможность возникновения крупных землетрясений. Да, Грузия. Грузия не успокаивается. Смотрите, теперь в восточной части республики 3,4 на глубине 1 километр происходит сейсмичность. Восточной Турции здесь 3,6 озера Ванна на глубине 7 километров. И еще мелкие здесь двоечки. В районе Малати здесь довольно-таки большое количество двоечек. На севере Турции 3,3 на глубине 5 километров. У Стамбула 2,7 на глубине 5 километров. Чуть южнее здесь 2,3, 8 километров. Ну вот основное землетрясение 5,2. Здесь уже 11 километров. Интересные расчеты. У кого-то 6, у кого-то 9,9. Здесь уже на 11 вышли на такие параметры. Но здесь тоже троечки неглубокие присутствуют. Так. Здесь 4,0 на глубине 13 километров. У острова Удадеканаса 2,5-4 километра. Здесь двоечки около острова Крит. В общем-то нормальная такая активность. Так. На Удадеканасе 3,6 смотрели. Вот такая активность у нас в Турции, в Евгейском море. У Таджикистана здесь теперь со стороны Афганистана 4,3 на глубине 10 километров. Западная Индия 3,8 на глубине 10 километров. Ну вот это типичное. Здесь, кстати, может быть и крупное землетрясение. Здесь шестерка только так может возникнуть. Здесь, видите, как раз море совсем недавно отступило. Вот это было когда-то частью моря. Теперь это что-то типа озер таких. И вот здесь вот мы видим залив, да, вот поэтому здесь будет сейсмичность. И вот это вот все в озера превратятся, все эти заливы со временем. Так. Такое тоже наступление суши идет. Смотрим. В Сибирь ничего нет. Камчатка, Курилы, Япония. Все молчит, смотрите. На юг от Японии только 4,2, 451 километр. Очень. Так. Между Тайванем и Филиппинами 4,7 на глубине 10 километров. 3,4, 23, 3,1, 1 километр и 3,0, 1 километр. Идем в Центральные Филиппины. Здесь 4,2, 33 километра. 4,5, 76. Еще троечки там есть. Вот в Южных Филиппин 3,1, 3,7 на глубине 1 километр. В Маловском море 4,3 на глубине 130 километров. Уже ближе к Тернато здесь троечки на глубине 10,82 километра. Чуть южнее 3,2, 30, 3,9, 101, 2,6, 10. У Соловеси 3,5, 39 километров. 3,6, 75, 2,8, 10 километров. У Южных Соловеси 3,5, 15 километров. Ну вот Суматра здесь дает 4,8, 65 километров. Там же 4,0, 18. У Ява 4,2, 30. 4,1, 10 километров. Тимур 3,1, 10. 2,8, 10 километров. 3,1, 17. Смотрите, здесь вроде бы шестерка произошла, да? А автошоков-то толком нет. Здесь, ну, обычная такая активность. 4,4, 412 километров. Это море Банда. 4,3, 252 в восточной части. Степанда 3,9, 10 километров. На северо-западе Папуа 3,1, 53 километра. Так, северо-запад Австралии 3,2 на глубине 10 километров. Смотрим Соломоновы острова. Здесь 4,5 на глубине 124 километра. У Фиджи 4,7 на глубине 541 километр. Так, смотрим теперь южную. Это Кермандек, точнее. 4,3 на глубине 154 километра. 4,2 на 131 километра. 3,6 на 212 километра. У северного острова 3,1 на 19. На восток 3,4 на 48. Южный остров дает только вот на самом-самом юге. 3,0 на глубине 101 километра. А вот чуть уже ближе к Антарктиде. Здесь 5,7 на глубине 10 километров. То есть у Антарктиды есть активность. А на самой Антарктиды нет. Вот сэндвичи тоже здесь дают 5,1 на глубине 30 километров. Так, в Африке вроде бы как ничего нет. Ну что, давайте засмотрим на Америку. Что здесь? Ну вроде бы все совпадает. Здесь Юта, Айдаха. Техас, активность Мексика на границе с Техасом. Здесь 3,7,6 километра. Чуть южнее 4,1,11 километров. Давайте посмотрим побережье Уколемы. Ну типично здесь троечки. Да, идут неглубокие. 3,2,44 километра. На юг Атакапурка 3,4,23. 3,7,13. То есть 3,8,7 километра. Ну основное 4,9 на глубине 144 километра. Это на границе Оксаке и Чапас там часто трясет 4,1,138 километров. Но вот есть они глубокие. 3,0 на глубине 34 километра. И вот в Веракрусе здесь 4,0,116 километров. У Никарагуа здесь 3,7,25 километров. 2,7,29, 2,8,1 километр. И 3,3 на глубине 164 километра. У Панамы на юг здесь 3,7,3 километра. А в Карибском бассейне вроде бы все нормально, все тихо. В север Чили здесь 3,1,26. 2,8,29. Ну это 100 километровые здесь троечки. В Чили все типично располагается. Стороны Боливии, Аргентины здесь троечки за 200 километров. Глубиной от Сальто здесь 3,2 на глубине 19 километров. Так, ну здесь тоже 3,6, 180 километров. Копьяба на юг 3,8,22 километра. 3,0,50. И вот 4,6 на глубине 29 километров. Каким бы 3,6,43. И 2,9,41 километра. У Вольпараиса 2,9,33. 2,7,28. В океане здесь 2,8,26. И вот южные Чили здесь редко вот бывает 4,0,36 километров. И 4,7 на глубине 15 километров моря. А здесь может сыграть даже девяточка. Здесь может уровень 9 выйти магнитуды. Так, это мы посмотрели основную карту. Давайте перепроверим, что у нас по европейской базе данных. В Финляндии есть, Исландии есть. Матрешка там. Азоры, Канары, Португалия. Францию трясет. Германия на границе с Чехией. Италия практически молчит. Это Бухарест. Интересное землетрясение. Север Турции, обращая внимание, да, по окружности Эгейского моря. Восток Турции. Грузия. Вот здесь даже в Армении там есть какая-то двоечка. Запад Индии. Север Афганистан на границе с Таджикистаном. Так, ну вот тоже ничего нет в азиатской части. Там Сибирь, Камчатка. Так, Япония. Здесь надо зайти, так сказать, на тропики. Проход по тропикам. Ну, здесь вот только сверхглубоко на юг от Японии. Да, в самой Японии ничего нет. И мы видим Филиппины. Все совпадает. Индонезия, там Суматра, Ява. Море Банда, Австралия. Соломоново острова, Фиджи, Новой Зеландия. Так, ну здесь надо теперь по югу зайти. Через Южную Африку. Вот так вот залетаем. Да, на самом-самом юге вот здесь, Новой Зеландии. И уже ближе к Антарктизе, на самом юге Тихого океана. Так, проверяем теперь Америку. Ну, все то же самое. Ничего не пропустили вроде бы. В Мексике активность есть. Панама. Вот здесь на севере. Ну, она глубокая активность. Хотя у Сальто мы видим, что здесь выход на поверхность в Аргентине. И вот это самое интересное в Южном Чиле. Вот за этим надо наблюдать. И с Сенвичевого острова. Так, все. Вот так вот мы быстренько пробежали. Заодно повторили, какая активность, где надо обращать внимание. Теперь можно закончить швейцарской базы данных. И здесь обращают внимание на себя вот здесь юго-запад Швейцарии. Конечно, вот около Монблана. Вот Шамани. Это уже Франция. Здесь видны двоечки шпарит. И глубина небольшая. Всего лишь 2,7. Вот. Учитывая, что там полно ледников, тоже это может потихонечку раскачивать ситуацию. На этом все. С вами был Алекс. Канал Береги Лабжи. Отличного прожения. Да. Субтитры создавал DimaTorzok